Время церкви впервые. Вот, это не от себя, а защищать правду Божию. Это классическая история, а люди премия стал Антиох Эпифан. Я все-таки надеюсь, что история церкви чуть-чуть у вас что-то там зажгла. Да? Ну, по сути, должна была. Если вы не проспали, то хоть что-то, какой-то там свет. Более того, я стараюсь учение сделать как можно более практическим, потому что, поверьте мне, там очень много теории, там очень много знаний, знаний обширных. И я уверяю вас, они интересные. Но все-таки я всегда стараюсь так, чтобы немножко эти знания, они шли с таким вот уклоном адаптировать их к нашему дню, и чтобы эти знания не остались просто таким вот багажом, который мы будем помнить там, не знаю, ну, неделю, максимум месяц, а потом мы забудем об этом. Но чтобы эти уроки, которые мы с вами вот учим из истории церкви, чтобы все-таки они принесли нам пользу. Вот такая вот цель. Я думаю, что, ну, вы как бы не против такой цели. Хорошо? Да. Я не буду повторять так. В целом, мы на прошлом нашем вот уроке, на двух уроках, мы сделали такой краткий обзор этого периода. Вы помните, он начинается с сотого года и заканчивается где-то вот, ну, как одна из дат окончания, это 313 год, Миланский аддикт, который положил конец вот этим ужасающим гонениям, которые там разрывали церковь. Кто-то обозначает дату 325 год, Никейский собор, и даже существует вот такое название, вы столкнувшись с историей церкви, так вот уже в какой-то литературе, вы можете встретить начало этого периода не просто как первые века, как мы его назвали, апостольский век, вы помните, это первый век, да? И первые века это со второго века. Но вы можете встретить такой термин, как до никейское христианство. До никейское, потому что буквально оно было до собора в Никее. Тоже один из таких терминов, просто чтобы вы знали. О никейском соборе мы поговорим завтра. Ну, а сегодня я бы предложил вам сделать такой экскурс, не знаю, постараюсь как можно больше его все-таки адаптировать, чтобы он не слишком был страшным. Но давайте поговорим о гонениях. Потому что, когда мы смотрим на этот период истории церкви, давайте так скажем, что церковь была вне закона. Ну, где вообще все эти события происходили? На какой территории? Римской, в Италии, ну, Греция, Турция, там, ну, это все называлось, там, и Сирия, да, и Израиль, и Египет. То есть, ну, все это было, в общем-то, Римская империя, да. Понтий Пилат, в конце концов, казнивший, да, Иисуса, то есть, это все римляне, разрушившие Рим, римляне, и так далее, и так далее. Нерон, да, о котором мы слышали, это римляне. Скажите мне, как вы думаете, как Рим относился к христианству? Вот будь вы римлянином, я понимаю, что сложно. Для нас римляне просто мужик такой вот там в касочке, там, ну, в доспехах бегает и что-то там кричит. Но как Рим воспринимал христианство? Кто для них были христиане? Это вы уже что-то знаете. А если убрать наше знание, то как они, во-первых, смотрите, когда христианство возникло, помните там, даже в Деяниях Апостолов, иудеи, которые не принимают Ишуа как Мессию, видя Павла, который проповедует об Иисусе, что они делают? Они хватают его и тащат его куда? Куда? Не, ну, к Пилату не тащили. Там это уже с Иисус, да. Он проповедует в каком-то городе. Они хватают его и тащат его городским властям. А власти говорят, слушают, слушают, слушают. Слушайте, ну это же ваши внутри иудейские споры. Чего вы нас заставляете решать, что там, ну, у вас внутри законы какие там говорят? Не-не-не-не-не, мы этого делать не будем. То есть Рим поначалу воспринимает христианство как внутри иудейское движение, и абсолютно он не хочет вообще принимать участие вот в этих вот там доказывать, кто прав, кто не прав. Зачем им это? Единственное, на что Рим обращает внимание, ну, чтобы был порядок. То есть беспорядок Риму не нужен. Если беспорядок, то Рим, ну, это дело все наказывает. Помните Павла в Иерусалиме? Римляне взяли, несут, он говорит, я римский гражданин. О, там сразу все. То есть Рим смотрит на это сугубо с практической точки зрения. Ну, вот там в середине нейрон. Давайте, раз мы говорим о гонениях, давайте мы назовем три больших гонения в первом веке. Это не совсем тот период, который мы с вами рассматриваем, что мы рассматриваем уже со второго века. Но, раз мы говорим о гонениях, значит, первое гонение, которое произошло в первом веке, это гонение в Иерусалиме. Оно началось с мученичества Стефана. Вы помните, когда его побили камнями, когда Стефан проповедовал? То есть вот первое гонение, вот, опять же, ну, кто-то кого-то, конечно, мог притеснить. Но когда мы говорим сейчас о гонениях, друзья, мы говорим о массовом явлении, понимаете? Мы не говорим о том, что кто-то обидел Игоря. Я прав сейчас? Да, Игорь? Там, толкнул его. Да, и он пришел, я за Христа пострадал. И вы все, ну, что ж ты, брат, ходишь где ни попадя. Надо правильно ходить там, где фонари светят. То есть вас это не коснулось то, что коснулось Игоря. Но когда мы говорим о гонении, то это коснулось всех. Итак, первое гонение, произошедшее, это гонение, закончившееся мученичеством Стефана. И началось оно, помните, с его проповеди. Его в конце забили камнями. Это 37-й год. 37-й год мученичества Стефана. Это внутри иудейское гонение. Это гонение внутри Иерусалима. Церковь гонима. Кто у нас стерег одежды? Сав. Сав, помните такого, да? Персонажа. Что с церковь после мученичества Стефана сделала? Рассеялась. И что она начала там делать в рассеянии? Проповедовать. Всем подряд? Нет, правильно. Проповедовала только сугубо своим. Кому же это своим? Иудеям. Но были там некоторые иудеи из Киринеи, по-моему, если там память мне не изменяет. Они рискнули проповедовать и язычникам в Антиохии. Там великое множество язычников обратилось. Первое такое обращение массовое. Потому что Петр же первый проповедовал язычнику Корнилю. Но вот такое массовое обращение язычников, оно произошло там. Итак, первое гонение внутри иудейское. Это 37-й год мученичества Стефана. Через 7 лет, в 44-м году, я не выношу это как отдельное гонение, это как продолжение. Деяние 12-я глава. Иакову, брату Иоанна, отрубают голову мечом. Кто? Ирод Агриппа, первый. Да? Я уже не помню. Ну вот Ирод. Значит, мученичество Иакова. Это Иаков, который у нас брат Иоанна. Иоанна, ну, Иоанна вы должны знать. В это же самое время у нас Петр в заключении в темнице. Помните? И в принципе его какая, чего его в темницу-то посадили? Ну, чтоб на утречко казнить. Но ангел его ночью выводит. Помните, он к своим приходит, начинает стучать. Служанка открывает. А, батюшки там. Петр там закрывает, бежит к своим. Те молятся за Петра. Говорит, там Петр стоит. Что ты там видела? Там ангел его. Петр продолжает колотить двери. После этого Петр оставляет Иерусалим. Ну, как бы неразумно было. И, скорее всего, в этот момент, в 44-м году, все-таки лидерство в церкви Иерусалима переходит к... Правильно. Тоже к Иакову и тоже к брату. Но к брату Иисуса. Этот, Иаков, у нас казненный, это брат Иоанна. А этот у нас, ставший епископом, это брат кого? Иисуса. Тоже принял мученичество, но уже туда позже. Итак, вот это первое гонение внутри иудейское. Это еще все у нас описано в Библии. Какое у нас второе гонение? Как вы думаете? А? Ну, да, там человек знает. Второе гонение, такое массовое, масштабное, это гонение нейрона. Гонение при нейроне. Вот второе гонение в первом веке, это у нас, друзья, шестьдесят четвертый тире шестьдесят седьмой годы. Это гонение нейрона. Ну, вы это и так должны были, в принципе, из светской литературы знать. Что вы об этом знаете? Спалил Рим и свалил вину на христиан. Двенадцать районов в Риме. Сгорело тотально, по-моему, восемь районов. Где-то четыре остаются более-менее целыми. Угадайте, кто в них преимущественно проживает? И? Христиане и иудеи. Совершенно верно. И в этот момент нейрон находит христиан и сваливает вину на них. У нас есть исторические данные. Тацет, историк, он описывает то, как дело было. То есть он абсолютно понимает, что это нейрон. Он абсолютно понимает, что христиане не виноваты в этом. Но он не выражает при этом никаких симпатий к самим христианам. Там мы чуть-чуть позже поговорим. Отношение римлян к христианам, каким оно было. Но вот это второе гонение, сильнейшее. И в этот период у нас происходит мученичество Петра и Павла. То есть вот в этом гонении они погибают. Это страшное гонение, друзья. Это страшное гонение. Когда собираешь информацию об этом, честно говоря, не очень хочется даже все это, знаете, как вот, ну, передавать. Потому что там и то, что распинали верующих, это, наверное, самое было простое из того, что могло быть. Но это было страшное гонение. Значит, нейрон был, ну, он начинал вроде бы как бы так свое императорство нормально. Где-то посередине его переклинивает, становится самодуром. В итоге против него возникает заговор в самом Риме. И сами же, ну, в общем, римляне его и кончают, потому что человек просто, ну, там он своих родню свою убивал. То есть ненормальный человек, просто одержимый. То есть он просто сумасшедший. Поэтому с ним, ну, как бы прощаются сами римляне. И сами римляне признают, что он не того. Вот. Но, тем не менее, вот гонение успел устроить. И вот вроде бы там после него как-то церковь, понимаете, церковь все равно продолжает быть гонима. Это не то, что они там ходят, но мы говорим о таком массовости. Вот такой массовости уже нет. И вот третье гонение, это гонение 95-й год при Доминициане. Это все у нас, друзья, еще идет, как вы замечаете, это первый век. Это еще первый век. 95-й год, Доминициан. Доминициан. Во время этого гонения у нас Иоанн сослан куда? Как сам Иоанн пишет о себе? Что он там делает? Он говорит, я был на острове Патмос за Слово Божье и за свидетельство Иисуса Христа. И вот смотрите, в чем как бы мудрость Божия. Допустим, я Доминициан. Доминициан. А вот у нас человек, светлая голова, Иоанн. Я его упрятал на остров, там камушки рубать. Для чего? С какой целью? Ну, чтобы он никому не проповедовал. То есть запрятать его так, чтобы далеко, чтобы вообще там ничего о нем не было слышно. И что Господь делает? Посещает его там, на том острове, дает ему откровения. То есть в самом безлюдном месте, там, где никто не ходит, где связь не ловит, никакая. Вдруг Бог дает ему там откровение, которое известно будет на весь мир. И даже язычники могут не знать кучу текстов из Библии. Но я вас уверяю, про апокалипсис, ну а не про коней там и про все такое. 666 это же вообще у нас самое, так сказать, известное место. Вот, значит, что у нас там с Доминицианом? Кстати говоря, он казнил своего двоюродного брата, который был христианином и занимал пост консула. То есть это говорит о том, что, помните, Павел там пишет, что посмотрите, братья, много ли из вас мудрых, сильных. И много же было рабов. Помните, Яков пишет, дохвалится брат, да, это богатый унижением. То есть очень много было людей из низших сословий. И языческие авторы об этом с издевкой даже пишут. Говорит, они как бы издевались над христианством. Сейчас это не точная цитата, но я передаю вам ее мысль. Он говорит, да вы посмотрите на них. Чья это религия? Это религия рабов, женщин и детей. То есть вот такой эпитет. Но это как бы мы, я не знаю, что бы мы сегодня сказали. Просто отдали бы репцентру на растерзание и сделали вид, что мы ничего не видим. И еще и ничего не слышим, да. Но, то есть, христианство, как вам сказать, оно вызывало, вы понимаете, о чем мы сейчас говорим? То есть это не было что-то такое вот, ну, высокое. Да, то есть они вообще, да что? И там они говорили, да вы посмотрите, вот они сидят, работают там, кожу там выделывают или что там они. Но вечерком, когда все заканчивается, начинается, сходятся к ним женщины, уши развешивают. Ну, кстати говоря, здесь тоже больше женщин. Ну, вот так, и вообще в церквях. И вот там они начинают делиться своими тайными, ну, знаниями. И они презирали, что, мол, ну, как бы эти люди не преуспели в философии. Ну, там же ж, вы понимаете, да. Да, они не преуспели ни в чем, ну, как бы умом не дошли. И вот они ухватили какую-то идею и нагружают ее наивным. Тем, которые вообще там, то есть, вот кто такие христиане, понимаете, как относился к этому Рим. Ну, то есть, вот так. И вдруг мы видим, как этот доменциан казнит своего двоюродного брата, который консул. А его жену куда-то там в ссылку. То есть, но вместе с тем мы видим, что христианство, оно достигало вот таких вот, ну, достаточно, знаете, высоких позиций. Вот. Теперь, давайте поговорим еще немножко. Вот о чем. Ага. Что еще делает доменциан? Знаете, чем он озадачен? Он слышит об имени Иисуса. И что он слышит об Иисусе? Кто он Иисус у нас? Царь. Чей? Иудейский. И чего он начинает опасаться? Царь иудейский. Он опасается восстания иудеев. Кого он начинает искать? Ну, Иисуса-то нет, но потомки остались. Он начинает искать родственников Иисуса. И он отправляет там экспедицию, которая буквально ищет, ну, нащадки, потомки Иисуса. А находят, по-моему, ну, во-первых, ну, Яков уже к этому времени казнен. Иуда там, в общем, по-моему, Иуда, который тоже послание написал. Там еще Симеон был брат. Так чуть-чуть вот, ну, плавает, нет, именно. В общем, привели к нему этих потомков Иисуса. И он начинает с пристрастием допрашивать, что какие у вас амбиции. И они говорят, царство наше, нет мира сего. И оно придет в конце веков, и царь там будет сидеть. И он посмотрел на них, они, ну, очень простые люди. И он как бы так подуспокоился и говорит, ладно, там, ну. То есть он вообще не понял, кого к нему привели. То есть он-то ожидал увидеть каких-то там, ну, амбициозных ребят, которые на царство претендуют. А привели вообще там работяг, ну, в общем, вообще крайне простых людей. Вот, ну, вот такой он тоже был, в общем-то, интересным. Что он еще сделал? Храм разрушен к этому времени. Налог был на храм? Был. Знаете, что он сделал? Издал указ, чтобы все иудеи, налог, который платился ими на храм, куда перечислялся, угадайте? В Рим. Что сделали иудеи? Сказали, ага, сейчас. И также гонения были направлены и на иудеев за отказ платить налог, принадлежащий храму в Рим. Но он где-то, он был чуть-чуть, как и Нерон, потому что он тоже был очень подозрительный. И даже там его говорили, что самый опасный момент, знаете, когда был с Доминицианом, когда он наиболее к тебе дружественный. Вот это момент, когда все, значит, жди бить. И в конце концов тоже был там против него заговор, так же, как и с Нероном. И тоже его кто-то из близких там, в общем, закончил человек свою жизнь. Вот это у нас три гонения в первом веке. Скажу вам, что гонения, последовавшие потом, которые продолжались весь второй, весь третий, начало четвертого века, они будут, мы сейчас о них и будем говорить, они будут носить другой характер, но ближе всего к ним все-таки не самодурство Нерона. Какие-то части оттуда были, но совсем какие-то. Ближе всего к ним чуть-чуть все-таки, ну вот, преддоминициане. Но все равно не то. Но сейчас, когда мы начнем говорить об этом, вы, в общем-то, это все увидите. Но вот это три таких больших гонений, которые были в первом веке. Как вам все это дело? А? Слава Богу. Мне просто интересно, что три часа, но реально весь мир перевернулся. На сегодняшний день века, но вот так вот все. Все вокруг века. Да. В общем, что было оно вообще, настолько оно было под каблуком у Рима, ну вот в физическом смысле, настолько, когда ты просто читаешь все эти факты о гонениях, думаешь, боже мой, ну, столько раз оно было вот почти раздавлено, то есть, и это же, друзья, это же не год. Ну вот смотрите, первое гонение Нерона, да, мы сказали, какой год, напомните мне. Дай я вас проверю. Нет, 37-й это Иерусалим. 64-й. А ну-ка теперь вспомните, когда закончились гонения? Нет, вообще, когда закончился период вот этого гонения? 313-й. Сколько лет это? Приблизительно. Ну, 250, грубо говоря, да. Послушайте, 250 лет. 250 лет. Церковь находится вне закона. То есть, ну, у нее нет прав. Там это так и носит название в латыни, сейчас не помню, религия там, или цития, как-то так, то есть, религия вне закона. Иудаизм, друзья мои, он был признан Римом. То есть, тоже долго иудаизм сражался, но иудаизм в своей позиции отвоевал. То есть, его тоже гнали, но иудаизм воспринимался Римом как религия. То есть, это была религия, которую Рим воспринимал. Иудаизм имел право на жизнь. Улавливаете, в чем разница? Теперь, когда Нерон начинает гнать христиан, для него кто христиане уже? Они для него уже не иудеи. То есть, уже христианство, вы видите, оно как бы с иудаизмом, уже есть разница. Ну, для Рима. Поэтому, смотрите, друзья, 250 лет. Поймите еще такой момент. Конечно же, это не то, что каждый год прессинг. Каждый год, вот, знаете, вот, ну, это тоже, вы увидите, что это не был вот год за годом. Год за годом. Но, послушайте, там были очень сильные всплески гонений. Давайте же еще, какой момент, подумаем сейчас. Вот представьтесь, ну, пришло сильное гонение. Даже вот, возьмем нашу группу. Возьмем нашу группу, вот, что мы это церковь. Представьте себе, пришло сильнейшее гонение. Не думайте сейчас о своем соседе. Хотя, у меня уже искушение думать о вас, не о себе. Сразу думать. Ну, Игорек, не знаю, ты у меня пока в статусе. Все-таки, бывший киевлянин, ты знаешь, какой-то. Но, как многие из нас останутся верны Христу? Если потребуется отречение, если будут принуждать, вначале будут штрафами, потом сроками, а потом и будут, поставят вопрос, жизнь или смерть. А вот знаете, что я вам скажу? А я вам вот, что скажу. Я, забегая вперед, давайте я вам сейчас расскажу о мученичестве Перпетули. Да. Там просто вот ответ ее подружки, он очень хорошо вот раскрывает природу гонений. Потому что, когда мы говорим о гонениях, вот что бы ты сделал, Игорь? Там просто вот история. И я надеюсь, что вот ее ответ прольет нам свет, а как бы отреагировал? Я, вы или любой из нас? Слава Богу. Я, кстати, я вам скажу так. Я говорил с моим товарищем, он преподает египтянам, коптам. Знаете, кто такие копты? По сути, сегодня, наверное, я так понимаю, ну, кроме евреев, копты – это наидревнейшие или сирийские христиан, те, кто приняли Евангелие, одни из, ну, первых. То есть, он в Египте преподает. То есть, и он говорит, что, говорит, я не знаю, что бы я сделал под пытками. Но когда он говорит это, он опирается на свои, вот, физические силы. и вот гонение перпетуй, это относится, сейчас я найду у себя это, по-моему, это у нас уже гонение при Деции. А Деция это у нас уже двести, слава Богу, или даже при Симтиме Севере. Так, да, друзья, это у нас двести второй год. То есть, это мы так только ради вопроса, я сейчас сделаю такое отклонение, но это важно, это хороший вопрос. Двести второй год, то есть, мы с вами остановились на девяносто пятом, там, на гонении, а это мы тюу, такой вот бросочек делаем. Там происходит гонение, берут, там оно было специфическим, мы скажем, в чем была специфика. Берут пять катахуменов, кто такие катахумены? Это не ругательство, извините, Пять минут. Показалось. Значит так, друзья, катахумены это те, кого готовят к крещению. В церкви. А во всех церквях. У нас не так называются катахумены. Ну у меня тоже не катахумены. Ну тогда, начиная там в дедахе уже. Смотрите, что мы с вами видим? Помните Енах? Нет, этот, господи, не Енах, а кто же? Ну в колесницу-то едет, Игорь, ну не молчи. Этот, Евнух, Енах, господи, Евнух, ну я вас проверяю. Тут что-то, Игорь, молчишь. Давай работай, работай. Евнух едет в колесницы. Кто к нему пристает? Филипп. Правильно. И что говорит Енах, Евнух? Евнух, что говорит? Вот я хочу креститься. И что ему говорит Филипп? Два года? Три года? Давай. Но потом церковь, ну тоже неспроста, но сделали период, там два года, там три года, нужно было пройти подготовку к крещению. Это тоже, ну оно тоже не на пустом месте родилось. Но вот допустим, там вот эта подготовка к крещению, она длилась там два года. Вот и вот хочет сестра принять крещение, значит, есть название, катахумен, готовится к крещению, это длится там два года, там посты, там, то есть принять крещение, друзья, это не так, как мы сегодня загоняем всех, там, пум-пум. Выдубичи в Киеве. Знаете название? Откуда оно происходит? Знаете? Есть даже Выдубический монастырь. Слышали такое? Ну есть станция метро Выдубичи, но есть Выдубический монастырь. Когда загнали всех, этот, крестился наш, Владимир, загнал, Красное Солнышко, загнал всех в речку своих этих, ага, только они даже не хотели, он, значит, всем в воду. И пока они крестились, эти катахумены наши, значит, их богов что сделали? Порубали и в Днепр бросили. Вышли наши катахумены, боженьки, боженьки в Днепре. И они давай бежать по Днепру и кричать, Выдубай, Выдубай, Боженька, то есть выныривай. Там, где боженька Выдубил, там построили Выдубический монастырь. Да, в общем, ну вот такие были катахумены у нас на Руси. Ну, в общем, пять катахуменов. Две сестры, три брата. Одна из них это Перпетуя. Она из состоятельной семьи. Опять же, мы скажем природу гонений. Мы скажем природу гонений. Но там гонения были на, сразу, я просто уже скажу, на учителей и на новообращенных. Особенно. То есть христиан, как таковых, которые уже какое-то время пробыли во Христе, их не трогали. Но вот, Игорь, сколько ты во Христе? Ну, кто у нас недавно? Ну, до года. Полгода желательно. Семь-восемь месяцев. Кто у нас здесь? Все старенькие, да. Ну, вот, в общем, там были специфические гонения. Мы скажем о природе. То есть, допустим, я вас готовлю к крещению, нас хлопают, все, всем крышка. И мне, и вам. И тому, кто за камерой сидит тоже, как свидетель идет. Да. Вот, смотрите. Перпетуя. Отец ее приходит. У нее грудной ребенок. И увещает. Дочка, отрекись от Христа. Она нет ни в какую. То есть, долго судьи тоже просят ее, умоляют. Отрекись. 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 Подумай. Ну, там все идет уже в ход. Понимаете? Долго. Процесс. Ее, как будто бы ее щадят. Ну, вот, хотят, чтобы она отреклась. Она ни в какую. Она говорит, у меня есть имя. Я христианка. Я Христова. Не пытайтесь вернуть меня туда, куда я не вернусь. Я Христова. Все. Я соединила свою жизнь с ним. Я от Христа не отрекусь. Не, там, в общем, подружка ее рабыня. Фелицитата. Вот. К ней мы сейчас идем. Она беременна. У нее, там, восьмой месяц. И эта фелицитата, их взяли просто пять катахуменов. И их судят за то, что они новообращенные, потому что они попадают под запрет. И вот эта фелицитата, знаете что? Она переживает. О чем? Что ее положение, ее пощадят. Или же перенесут казнь на какой-то поздний срок. И она со своими вот товарищами, она не сможет ее разделить. И она молится. И просто взывает к Богу, что Господь, ну, помилуй меня. Я не хочу так. Я хочу, как бы, то есть, пострадать за тебя. Что вы думаете происходит? Она рожает на восьмом месяце. Она воспринимает это как ответ от Бога. Она передает рожденную девочку, сестре из церкви. И заявляет, что я готова предстать перед судом. Стражники, которые говорят, ну, там, глупая. Можно было бы другое слово использовать. Они видели, как она мучилась во время родов, как любая женщина. Говорит, ты в своем уме? Как ты собираешься идти страдать, если ты от родов здесь кричал? Ну, то есть, это же естественно. Вы знаете, что она им отвечает? Вот этот ответ, ну, то, к чему. Что она им отвечает? Она говорит, сейчас я страдаю сама по себе. То есть, это естественное, как бы женские страдания, боли от родов. Сейчас я страдаю сама по себе. Но когда я предстану перед хищниками, во мне будет жить и страдать со мной тот, за кого буду страдать я. Вот исповедание их. То есть, во что верила церковь? Что когда ты принимаешь... Во-первых, церковь верила, друзья мои, это относится ко всему вот этому периоду. 250 лет. Опять же, я сейчас не отношу его к конкретному какому-то гонению. Но что происходило? Во что верила церковь? Церковь верила так, что если Игорю, к примеру, только потому что он здесь сидит, суждено стать мучеником, если Бог определил его, значит, будет на нем благодать. И были случаи, когда люди, как бы, во-первых, смотрите, фраза Тертулиана, семя мучеников, то есть, кровь мучеников, вот его фраза, это семя церкви. Парадокс был в чем? Чем больше... То есть, их убивают, друзья, то есть, их на аренах, вот Нерон там, даже уже во время Нерона. Генрих Сенкевич, кому грядешь? Вот это... Кто читал эту книгу? Эта книга оказалась у меня, когда я был неверующим, в руках. То есть, она у меня стояла там на полочке, не помню, то ли мама мне ее там, это еще было в 80-х. Она оказала... Если там была молитва, я молился, это 100%. Но там же как получалось, что вот этих их казнят, там казнят, издеваются над ними. В конце концов, люди просто сходили с арен, с трибун, выходили на арену, исповедовали Христа, Ишу, как Мессию, и тут же принимали мученические смерти. То есть, настолько вот сила была в мученичестве, друзья мои, что это приводило людей ко Христу. И Тертулян сказал, что кровь мучеников — это семя церкви. То есть, мученичество, с одной стороны, оно было, так сказать, страшным, никто его не хотел. Но когда оно происходило, это было сверхъестественной такой вот притягательной силой. И интересный момент там, я не знаю, конечно, это вымысел Синкевича, я понимаю, что когда Петр находился в Риме, и когда были гонения, он убегал из Рима. То есть, он спасался. И тут он видит Христа в видении. Но я так понимаю, он переигрывает здесь историю с Павлом. Пусть это вымысел, но в этом есть вот характер тех гонений. И он видит грядущего к нему Иисуса, он спрашивает его, куда идешь, Господи? То есть, кому грядешь? И Господь говорит, я иду в Рим, чтобы умирать с моими святыми. И он все, он просто там часовню построили, кстати, часовня-то есть в Риме. И он возвращается в Рим и принимает мученическую смерть, ну, Петра. И когда его сказали, мы тебя распнем, он еврей был, как бы не римский гражданин, он сказал, я недостоин. Ну, это предание, так говорит предание, что я недостоин умереть так, как мой спаситель. И хоть, ну, то есть, не с головой, да. Поэтому, то есть, вот, друзья, в чем, что когда мученичество не брали просто сами по себе. То есть, вот она рожает, она кричит в этих родовых муках, они говорят, какая ты дурочка. Да куда ты, какое там страдание за Христа? Ты тут роды не могла осилить. Осилить. Как ты, куда ты там идти-то собралась там? Она говорит, вы не понимаете, здесь я страдаю сама по себе. Но когда я выйду туда, со мной, ну, то есть, там будет он. Но когда я предстану перед хищниками, во мне будет жить и страдать со мной тот, за кого буду страдать я. Что еще видела церковь? То есть, когда люди оказывались на мученичестве, то есть, на них сходила благодать, понимаете? И они приобретали вот эти силы пройти сверхъестественно. Посмотрите церковь Смирне, послание. Господь говорит, не бойся ничего из того, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать вас в темницу. Послушайте, когда эта церковь была готова, когда за ними пришли, они стояли собранные с рюкзачками совсем. Вы за нами, мы здесь. Если непонятно, кто кого вообще. Но знаете, чему церковь еще учила? Что если Бог не определил тебя на мученичество, то не иди туда. Потому что были христиане, которые видели смерть мучеников и подзадорены этим. Улавливаете, о чем сейчас я говорю, да? Сами шли, и меня возьмите. И оказывались там, без благодати Божьей, не выдерживали пыток и отрекались от Христа, понимаете? Поэтому церковь была строга к этому. То есть ты не просто можешь стать сам по себе мучеником. Это тоже благодать, которую нужно от Бога заслужить. Многие хотели стать мучениками. Но это не так, что ты пришел и бум-бум-бум. Так не работает. Афанасий. Многие, даже изучая больших служителей, они усматривали, скрывались какое-то время. Щадили. Потом они видят, что не хранит их Господь. То есть открывают им дверь мученичества. И они все, воля Божья пострадали. И шли, и страдали, понимаете? Но до этого нормально сохраняли свои жизни. Вот как дело было. Потому что легко пойти всем умереть. Но это же тоже не выход. Вы согласны? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok